Что здесь произошло? Самому интересно, что здесь произошло. Подождение берешь, что стоит такая шляпа очень дорого. Кстати, не очень, всего лишь 30 тысяч. Снимай шляпу! Не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще до сих пор не сделали. Добрый день, дорогие друзья! В очередной раз хотим представить вам интереснейшее видео о том, как меняется сцепление на роботе, на автомобиле Hyundai Tucson 2016 года выпуска, с двигателем 1.6 GDI Super Puper Mega Turbo делает у нас Михаил, то здесь произошло. Самому интересно, что здесь произошло, но так как история умалчивает, потому что клиент автомобиль пригнал, никаких ни пожеланий, ни высказываний не оставил, просто привез свое сцепление, привез выжимной подшипник, он тут тоже интересный, двойной. В принципе, сейчас все вам покажут. И сказал, что хочу просто поменять сцепление. По слухам, вроде как это уже вторая замена, но учитывая пробег 85 тысяч, было бы интересно разобраться. Мы это обязательно сделаем, но в первую очередь мы должны выполнить пожелания клиента. Ну а это у нас комплект сцепления, вот этот сам блок. Ну что-то мне, подождение берет, что стоит такая шляпа очень дорого. Кстати, не очень, всего лишь 30 тысяч. Это дешево вообще-то. Это даром. Это даром. Я просто по номеру пробил, где-то в районе 30-35 тысяч стоит это сцепление, а почему это очень дешево, потому что у меня у самого автомобиль с роботизированной коробкой, Renault Clio Sport. И там сцепление стоит 150 тысяч. Снимая шляпу, потому что у меня на Ford на первой Kugie на дизельный тоже был робот, и я там тоже менял сцепление. Там комплект стоил 90 рублей, но Майкл у нас вообще супер-пупер. Может, это было давно. Курс доллара вырос. Это раз. Второе. Тут как бы еще сам вопрос, потому что считается, что сцепление на роботе более долговечное, чем обычное. Поэтому ситуации бывают в жизни всякие, конечно. Ну, как бы я же говорю, мы в первую очередь выполняем пожелания клиента. Но, возможно, здесь была либо неправильная эксплуатация, либо неправильная адаптация. То есть, тут как бы нужно еще проверить, что к чему. Но пока мы не сменим сцепление, мы этого сделать не сможем. Но здесь, насколько я понял, это сухое сцепление. Естественно. Почему оно считается более долговечным? Однодисковое, двухдисковое? Потому что оно двухдисковое. А нет, если сравнивать с обычным механическим сцеплением, то, наверное, понадежнее. За счет того, что два диска. За счет того, что два диска, два раза больше должен быть ресурс. Как показывает, допустим, практика владельца Renault. Вот у меня уже пробег 135 тысяч. У меня сцепление не менялось ни разу и работает оно исключительно. Соответственно, оно должно, ну, то есть, и сколько я не читал всяких различных, ну, скажем так, высказываний клиентов, то есть, ну, грубо говоря, форумы, всякие комментарии, все остальное. То есть, у людей это сцепление входит 220-250 тысяч без замены. Вот. Бывают случаи, что люди меняют и на пробеге 80 тысяч. Это не исключается. Но это либо сцепление вовремя не адаптировали, оно сгорело. Либо это сцепление просто не смогли адаптировать. Но у тебя машина же переднеприводная, не полная привода. Да. Поэтому, в принципе, я же говорю, что тут пока нужно все вскрыть. Здесь полный привод. Но согласен. И поскольку оно двухдисковое. Один диск работает, допустим, первое, третье, пятое. А второй диск работает, второе, четвертое, шестая, грубо говоря. Да. Но у меня на полном приводном автомобиле сцепление прожило вот такое роботизированное. Правда, мокрое прожило. 90 тысяч. Нет, на первый раз 40. Я его спалил, потому что я застрял первый раз. Забуксовал. Мокрое сцепление считается менее долговечным, чем сухое. Вопрос спорный. Ну, может быть. Дождемся снятия. А вы напишите комментарий, выскажите, пожалуйста, свое мнение. Нам будет очень интересно его почитать и узнать, что вы думаете. Вот. Заменили вилки, все собрали, а машина опять пинается и не едет ни хрена. Вот что там было. Пока я не принес вам заначенный где-то блок гидравлический. После этого только машины поехали. И мне тогда этот ремонт обошелся порядка 100, ой, порядка 200 тысяч рублей. Коробка новая стоила 240. Не смысл тогда всей этой шляпы вот с этими вот сцеплениями. Либо нормальный автомат ставить, либо механику. А вот такие роботы, как-то они меня пугают. А сейчас же еще новая Sorento вышла. У него точно тоже есть на дизеле, по-моему, powershift, мокрый с двумя... Ну, не powershift, это не робот, с двумя мокрыми сцеплениями. Вот там, если эта шляпа накроется, то денег она будет стоить, как шашка Ворошилова. Поэтому мы приверженцы классичных автоматов либо механических коробок. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще до сих пор не сделали. Вакуумный насос кто-то тут отсоединял и не затянул. Не торопился куда-то наверно. Что скажешь на первый взгляд? А сейчас снимем и посмотрим. Видно следы течи. Какой, пока не понятно. Либо с двигателя. По запаху, если честно, не особо слышно. Ну, сейчас снимем все, увидим. Это вот переходная шестереночка с первичной на первое сцепление. Видите, сразу чик выпало. На вид, смотри-ка, прям целенькая, да? Да, новая. А вот тут у нас что-то течет. Судя по всему, сальник первички. Смотрите, обратите внимание, как тут интересно сделан выход на угловой редуктор. То есть отдельно идет полуоси. Левая, правая. Дальше идет выход на угловой редуктор, на задний привод. То есть дополнительно стоит еще просто шестеренка. И, кстати, шлицы в идеальном состоянии. Ремонтировался, кстати. Шлицы хорошие. Либо их уже отремонтировали. Не, не ремонтировали. Вон ржавчина внутри. Не, вот этот. Поскольку сцепление двойное, да? Здесь есть два диска сцепления. Мы уже показывали раньше. Вот один. Вот он валяется. Шевелится, вернее, не валяется. А вот этот подзажат. Вот он, не подзажат. Это второй диск. Как на обычном механическом сцеплении. А раз оно двухдисковое, соответственно, у него должно быть две пружины сцепления. Внешнее и внутреннее. И выжимной подшипник, соответственно, двойной. Видите? Одна часть давит на внутреннюю пружину. Другая часть давит на внешнюю пружину. Вот это два выжимных подшипника. Вот такая конструктивная особенность этого сухого сцепления. Заменили сальник. Опять же, наш опытный механик Михаил вытащил, извлек его с помощью специальных саморезов. У нас есть видео специально в ТикТоке, в котором мы показываем, как правильно вынимать такие сальники, чтобы не изуродовать ни посадочное место сальника, ни вал. Мы уже поставили сцепление новое. Поставили обратно коробку. Также мы произвели регулировку актуатора выжима. То есть там у нас двойной актуатор идет на выжим первого-второго сцепления. Вот. В данный момент что мы будем делать? В данный момент мы взяли нашу компьютерную диагностику и будем производить обучение нового, ну то есть обучение автомобиля к новому сцеплению. То есть производится двойное обучение. То есть обучается сразу и вилка выбора передач, обучается сразу и актуатор выбора, ну то есть выжима на муфту сцепления. В принципе процедура не сложная. То есть включили зажигание, включили функцию. Вот он нам выдает задачу, которую мы должны выполнить. И как бы нажимаем ОК. Дальше мы ждем порядка 30 секунд, пока происходит обучение. Вот. Если допустим послушать, что происходит возле двигателя, там идут характерные щелчки. То есть когда щелчки происходят, значит обучение идет. Вот. В дальнейшем сейчас вот он проведет. Сейчас мы посмотрим. Дальше мы будем что делать? Дальше будет вторая процедура обучения. Это процедура, она занимается подводом самого диска и подводом актуатора. То есть определяется точка скольжения сцепления. Сейчас он у нас вилку обучит. Посмотрим, как это выглядит. А он там сейчас щелкает? Просто я не слышу там. Да, я сам не слышу. У нас тут шум на в цехах. Все, он уже подвел вилки. То есть он, грубо говоря, что делает? То есть он берет актуатор и у него стоит датчик положения вилки. То есть он прощелкивает все передачи вверх-вниз, проверяя, насколько передачи срабатывают. Дальше мы что делаем? Заводим автомобиль. Также выполняем все рекомендации, которые вот тут прописаны. Двигатель в положении вкл. То есть заведенный. Нога на тормозе. Селектор в паркинге. Обороты не меньше 600. Дроссель на нуле. То есть, грубо говоря, не газуем. И дальше опять нажимаем ОК. Если вы это будете делать сами, вы почувствуете пинки. То есть это говорит о том, что в данный момент автомобиль пытается поймать точку скольжения сцепления. То есть он подводит сцепление к маховику. Чувствует, когда пошла нагрузка, пропал крутящий момент, пошел в зацеп. И он его отводит обратно. То есть, чтобы он сам для себя понимал, в каком положении находится у него сцепление. Насколько там в дальнейшем использование автомобиля он будет его подводить и отводить. После того, как он делает эту адаптацию, в принципе, в дальнейшем эта система является автоматической. То есть она будет подводить сцепление в дальнейшем, то есть по износе сцепления. Но, я так понимаю, что человек крефа на пробеге 85000, бывают такие случаи, когда уже износ идет чрезмерный, да. Что, возможно... Вот, кстати, вот он у нас уже попросил. Нужно сейчас заглушить автомобиль на 30 секунд. То есть он сбрасывает все настройки под новую адаптацию. Через 30 секунд мы его заведем и нужно будет проверить, что нет ошибок и проверить, работает ли сцепление. Вот. Ну и пока мы ждем, но я вам расскажу, что он делает. Когда вы эксплуатируете автомобиль, там есть механизм автоматического подвода сцепления, да, именно актуатора. Но бывает такое, что у вас идет, ну, где-то пробуксовали, где-то произошел чрезмерный износ. И сам автоматический механизм может не сработать в этот момент. То есть у вас идет чуть больше износ сцепления, больше износ корзины. И в дальнейшем сцепление начинает буксовать. Я так считаю, что на этом автомобиле, судя по корзине, именно это и произошло. То есть в принципе, в принципе, это не смерть сцепления. То есть не надо, вот как наш клиент, бежать сломя голову, покупать сцепление, платить большие деньги за его замену. Это можно починить, по крайней мере попробовать. Починить с помощью регулировки самой вилки сцепления и регулировки, то есть адаптации через компьютер. То есть сначала пробуем адаптировать через компьютер. Если адаптации через компьютер не получилось, то снимаем сам механизм управления выжимом сцепления и регулируем его. И после этого у вас, возможно, еще столько же проедет ваше сцепление, то есть старое бушное без замены. Торопиться не надо, короче. Торопиться совершенно не стоит. Проверим, что у нас получилось. Обязательно. Ошиба, как вы видите, нету. Трабл код 0. Ну попробуем. Пробуешь ездить сейчас. Нормально трогается без там рефор? Отлично трогается, то есть по ощущениям, то есть как будто, ну как в принципе все и должно быть, новое сцепление. То есть включаем заднюю, отпускаем, машина поехала. И довольно-таки плавно, чувствуется, что подводится сцепление плавно. То есть не сразу спинком, а именно плавненько оно подвелось и машина поехала. Ну как на автомате вообще нормально работает? Ставим на драйв. В принципе то же самое. Плавно машина поехала. Сейчас мы еще сделаем небольшой тест-драйв. Прокатимся по местности, то есть посмотрим, как переключаются передачи. И в принципе будем звонить клиенту с радостной новостью, что его автомобиль готов, можно забирать и кататься. Ну а теперь давайте подведем краткий итог выполненной работы по тусану. Замена сцепления на роботизированные коробки передач обойдется вам в 18500 рублей, включая адаптацию. Если вы хотите приехать и сделать только одну адаптацию, это вам обойдется в 5000 рублей. Но имейте в виду, что заменить сцепление без адаптации нельзя. Это нужно сделать процедуры две одновременно. Сначала замена сцепления, потом выполняется адаптация. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok